Всем привет, меня зовут Даша Исаева, это канал Даш. Сегодня у меня в гостях Александр Григорен. Александр Витальевич, здравствуйте. Привет. Рады вас видеть. Есть подозрение, что мой парень лудоман, либо он очень сильно вас верит, потому что недавно он сделал ставку на женский футбол. Победа ЦСКА через верх. Поздравляю вас с победой. Спасибо, но я не понимаю, вот это верх, низ, вообще не разбираюсь в этих вещах. В матче будет забито больше трех голов и победа женского ЦСКА. Ну, это, наверное, несложно было определить. Да, очень важная победа для вас после не очень удачной серии. Сейчас вы наконец-то в топе. В матче произошло невероятное событие, как мне кажется. Забила Ксения Коваленко за женскую команду ЦСКА. А перед этим за несколько часов ее супруг забил в матче за Химки. Ну, во-первых, у нас абсолютно уникальное явление. Я работал 12 лет почти в женском футболе, когда был молодой. И никогда с такой ситуацией не сталкивался. У нас две мамы. Две мамы. Еще Карина Блынская. Ну, я ее по своей фамилии называю. Много игр они сыграли в составе вместе. Чтобы одновременно играли две мамы в составе, такого вообще за всю историю женского футбола не было. Ну, и Маргарита Черномырдина, скажем так, тоже замужем за Мишу Погорелова, которая у Радимова играет в «Зените-2». И у всех разные истории. Мишка взял фамилию Риты, но теперь он Черномырдин. За что я его поругал, конечно. Почему? Ну, потом. Карина взяла фамилию мужа, а Коваленко осталась Коваленко. То есть три разные истории. Ну, это действительно любопытно, что, во-первых, вы сами заметили, что редко бывает так, что мама играет в одном составе. Как мне кажется, женщин, которые решаются на материнство, будучи футболистками, вообще не так много. На самом деле практически никому не удается после рождения ребенка вернуться в спорт. Конкретно у нас там большой футбол. Пусть это громко сказано, большой футбол, но для них это на данный момент, это же элита нашего женского футбола. Поэтому это невероятно сложный процесс вернуться. Та же Коваленко, например, просто чудовищные волевые какие-то усилия прилагает, потому что и болячки, и травмы. И это непросто. Это очень сложно. Нужно многим жертвовать. Вы же тренировали нынешнего тренера женского локомотива Елену Фомину. И она как раз была у меня на подкасте, тоже рассказывала, что ей пришлось завершить карьеру, когда она вернулась после рождения ребенка. И поняла, что не может выйти на прежний уровень. Это, конечно, очень обидно и тяжело, когда ты понимаешь, что такое радостное событие, по сути, меняет всю твою жизнь, все твои планы. Ну, не только Елену Фомину, кстати, и главного тренера «Звезды 2005» Лена Суслова тоже у меня много лет играла. И нынешний тренер «Зенита» Ольга Порядина тоже играла. Вот, Лена Фомина, кстати, выдающийся по тем временам игрок был. Годик поработали. Закончилась-то, кстати, работа очень интересная. Она после сезона президенту сказала, я с ним работать не буду. И я сказал, я с ней работать не буду. Ну, тогда в те времена немножко другие руководители были. Выбор был сделан правильный тогда руководителям. Получается, вы сейчас играете против своих же воспитанниц. Я смотрела турнирную таблицу Суперлиги женской. Там, во-первых, очень мало команд. Во-вторых, вот то, что вы сейчас перечислили, то действительно, получается, половина тренеров в женском футболе – это ваши ученицы. Ведущих команд. Ведущих команд, что важно. Ну, а почему нет-то? Ну, просто это редко бывает, мне кажется, такое. Все-таки, что касается Порядина и Суслова, они у меня много лет играли. Я думаю, все-таки я тогда был молодой парень. Они были младше меня. Не конкретно Лена и Ольга. А в целом костяк команды были приблизительно моей ровесницы. И когда они увидели человека, который сам был вдохновлен и мог их вдохновить в те времена, когда ни зарплат нормальных не было, ни внимания никакого не со стороны... Не то, что там со стороны телевидения, как вот в этом году начался процесс, а просто даже со стороны прессы. Я уже, наверное, надоел этой фразой, но это факт. Ведь даже когда мы вышли в финал Лиги чемпионов, об этом нигде не было написано. Нигде. То есть, мы, допустим, в полуфинале приезжаем в Швецию, «Умева» – это топ-клуб, и по телевидению показывают, журналы, огромные журналы сделаны, посвященные «Звезде-2005». А у нас в стране даже нигде как бы ни в какой рубрике нигде ничего это не было замечено. Это так удивительно, потому что, несмотря на то, что в те годы женский футбол, ну, я не могу сказать, что он зарождался, но он стоял у своих истоков все-таки, он только делал первые шаги в профессиональном смысле. Нет, нет, он не был у своих истоков. На самом деле, трудно объяснить такое количество талантливых игроков, потому что в Лиге чемпионов я сразу понял, что в моем распоряжении игроки такие же топовые, как в других клубах европейских. То есть, не было вначале у нас понимания, потому что сборная России не блистала, а тогда украинки не считались иностранками. И, допустим, у меня пять основных игроков сборной Украины было в составе. И я не понимал, что на самом деле у меня в составе игроки топ-уровня. Я думал, что, возможно, я гениальный тренер. А потом по ходу Еврокубковой кампании я все понял в результате сравнения, что как это произошло, трудно объяснить. Потому что, ну да, на самом деле, многие из них пришли из других видов спорта. Все абсолютно из них тренировались, где девичьих групп тогда не было, где с мальчиками тренировались. Что, возможно, сыграло для них как раз-таки такую прогрессивную роль. Но на самом деле, да, вот развития-то этого вида спорта никакого не было. Ну, для сравнения, вот, допустим, можешь себе представить? Я цифры сейчас не знаю. Я тебе скажу цифры 15-летней давности. Германия – миллион двести девушек занималась футболом. США – десять с половиной миллионов. Как тебе такие цифры? Для сравнения у нас на данный момент... Это я тебе говорю, что там было 15 лет назад. А сегодня дается статистика такая, приблизительно пишут. Приблизительно у нас в стране занимается 25 тысяч девушек. Можешь себе представить, колоссальная какая разница? Да. Отсюда и отбор. И вот, видимо, получилось так, что в те годы так совпало, что без такой массовости, как в Европе, просто повезло. Так звезды совпали, что самые талантливые занимались женским футболом. Посчастливилось в Тольятти мне поработать рядом с Трифиловым. И он мне говорил, ты понимаешь, русские девушки могут добиваться всего. Как бы это доказал и Турчин, и Карполь, и Трифилов в гонболе доказал это. Причем без иностранок практически. И Лиги чемпионов выиграны, и, понятно, чемпионаты мира и так далее. То есть, несколько лет мы бок о бок работали. И я как бы заразился этой идеей. Но к футболу-то такое отношение. Футбол у нас же это бизнес. Но в основном это же бизнес для кого? Что значит бизнес? Вот мы говорим бизнес футбол. А для кого это бизнес? То есть, для жуликов. А много жуликов в футболе? Ну, если скажу процентов 80, не ошибусь. Поэтому с этой точки зрения женский футбол никого не привлекал. Говорю в прошедшем времени. Почему? Потому что сейчас все те, кто говорили, что это пародия. А я это как бы предвосхитил. Я сказал, как только здесь деньги начнут появляться в женском футболе. Внимание. Сразу появятся агенты. Сразу появится интерес всех мужчин, которые говорили, что это пародия. Это не вид спорта. Почему? Потому что опять появится возможность зарабатывать. По сути дела, пример Галицкого единичен. То есть, человек, который вкладывает деньги. Мы, кстати, приехали из Краснодара. Я играл в этом Колизее, когда Анжи тренировал. 0-0 сыграли. Это невероятная, конечно, атмосфера на центральном. Но я не был на этом маленьком стадиончике. Ну, как маленький? В Европе таких нет. Женские команды не имеют таких стадионов. Мы с женским Краснодаром играли на этом стадионе. Просто потрясающий стадион. И вот все это он построил для детей. Вот единичный какой-то пример. И все. Остальные все перемешалось. Если брать, допустим... Вот на моих глазах я на телевидении появился лет 6 назад. Приблизительно так. Точно не помню. Точно помню, что от Канделаки пришла СМС-ка. Я подумал, это какой-то прикол. А что там было в СМС-ке? Не хотите ли попробовать себя в каких-то программах на Матч ТВ? Я смотрю аватарку. Ну, Тины на фотографии. Пробую прозванивать. Ну, чтобы я понимаю, это может быть розыгрыш. Не берут трубку. Она пишет. Я там трубку не беру. Как вы? Я подумал, ну, даже если кто-то дурака валяет, попробую в переписку вступить. А так как я никогда не пишу, а только голосовое дело. Я сказал, взял какой-то четверостиш, я помню, ей прочитал. Я не помню, какое. Она положительно отреагировала, завязался такой диалог. И она говорит, ну, вам тогда позвонят. Я так понимаю, меня хотели просто как клоуна привезти, чтобы я потешил. А я приехал сразу. Вначале в одном костюме. И с галстуком. Потом в другом костюме. Думаю, так, ну, понятно, у меня еще парочку есть. Дальше я не потяну. Чем буду? Надо что-то как-то маневрировать. И так все пресно было, серьезно. Я не даю никаких поводов. И в конечном итоге мне говорят, а может быть, на тотальный футбол? Что-то вы какой-то скучный. Я говорю, а я дурака валяю. Я говорю, а вы хотели, чтобы я посмешил публику? Я везде серьезен был. Это про тотальный футбол? Да. И в конечном итоге я попадаю на тотальный футбол. Кроме Гудсайду. И сразу же первый эфир. Я чувствую, что мне вот это комфортно. И не только попадаю. Мне сразу говорят, есть возможность в тотальном футболе. Для этого нужно подготовить материалы. Вот такая-такая тема. Я включаюсь в этот процесс. Мне страшно нравится. Нужно готовиться к передаче. Нужно сделать подборки. Тогда Вадим Лукомский отвечал за этот процесс. Мне это очень понравилось. Ну, и как следствие, и Роме понравился я. Как-то так получилось, что сразу с первого раза как-то пошел процесс. И для меня это сейчас до сих пор любимая передача. Но я к чему говорю, что 6 или 7 лет назад... Небольшой ведь этап. Очень небольшой. Я помню некоторых журналистов, комментаторов, которые были очень принципиальны. Сейчас они сильно поменялись. Очень сильно. И я думал об этом, допустим, что происходит. А с ними происходит то же самое, что происходит с агентами, тренерами. Но сейчас в меньшей степени тренеров это касается. Потому что многие тренеры стали профессионально подходить к делу. Раньше все это же были связки такие. Связки по зарабатыванию денег. Руководители, тренеры, агенты. И все вот это мутиво. Сейчас я вижу, что нет никаких принципов. Просто все хорошо. Кого-то устраивает. Работа, зарплата, видимо, и так далее. Но нет этого. Нет. Очень все как-то формально. Не знаю, может, это от системы зависит. Это зависит от футбола в стране. Вот недавно была передача, есть тема. И начали спрашивать. Ну, а что нам делать, допустим? Вот в этот период что нам делать? Строить школы, строить поля, заниматься детьми, заниматься воспитанием тренеров и так далее. Я как будто говорю, а давайте с коррупцией бороться. Послушали, там всегда же приглашаются политик, тренер, бывший футболист-звезда из разных сфер. Так неинтересно стало. Я ведущему говорю, а подожди, а что вы с темой соскочили? Давайте как-то отреагируем на мой спич. Я вот смотрю, как бы, ну, неинтересно всему окружению. Потому что, знаешь, все-таки все переплелось. Все друг с другом дружат, все друг с другом сотрудничают. Невыгодно бороться с коррупцией. Невыгодно. Мне говорят, слушай, а ты дотрындишься, блин, а тебя туда не будут приглашать. Работу закроют. Я говорю, господи боже мой, у меня, я живу в Кисловодске. Я живу в раю. Мое самое любимое занятие – ходить по парку. По 16 километров, когда я в раж вхожу и так далее. Внука воспитывать. Какие проблемы? Вы сказали, что когда впервые получили смс-ку с приглашением на Матч ТВ, вы сначала подумали о том, что вас хотят видеть совершенно определенные роли несерьезного человека. Да. А потом появились на тотальном футболе, и я по себе знаю, потому что я тоже, я не могу сказать, что у меня было сформировано мнение о вас как о тренере, какое-то такое складное. Но вы были постоянным экспертом тотального футбола. Моя любимая программа на телевидении за вообще всю историю, потому что это для нашего российского футбольного телевидения – это действительно революция. И я вас помню как очень компетентного эксперта, как, наверное, и все другие эксперты, которых Рома просил готовиться к каждой программе. Я знаю, что вы встречались заранее, обговаривали, обсуждали каждую тему. И я также знаю, что для российского футбольного телевидения это тоже несвойственная история, когда нужно готовиться и действительно прорабатывать все. Как вам кажется, отношение людей к вам изменилось после того, как вы стали постоянным экспертом тотального футбола? Нет. Ну, во-первых, я хотел сказать, что и в те времена были эксперты, которые готовились так же серьезно. Ты минимум, если ты готовишь один матч, там общее время этого ролика может быть 4 минуты. Два дня ты должен очень серьезно поработать. Очень серьезно. Да, когда ты руку набиваешь, ты, в принципе, можешь сократить. Но в любом случае сейчас самый быстрый анализ одного матча у меня составляет минимум 6 часов. Но это 6 часов только ты разбираешь. Потом же это нужно на разрисовку и так далее компоновать. И многие, я смотрел и Игнашевича, да много я могу привести примеров. В свое время Олег Кононов очень серьезно сейчас ребята относятся к разбору матчей. Бывает такое, что два гостя подготовленные приходят. Бывает, один гость готовит программу, второй просто, скажем так, комментирует. Но всегда один должен тщательно подготовиться. Поэтому с этой точки зрения то, что было заложено при Роме Гуцайте, здесь традиция сохраняется. По-прежнему на тотальном футболе. Я понимаю, много критики, как и везде, в любой сфере. Но это самая серьезная передача. Потому что это единственная на самом деле аналитическая программа. Там никто тебя ни в чем не лимитирует. Пожалуйста, полет твоей фантазии. Ты сам тему составляешь. Ты сам представляешь эту тему. Как ты хочешь разобрать, как ты хочешь преподнести. Безумно интересная программа. Но посмотрите, как мало просмотров у нее. А другие программы, где такая легкая аналитика, мы посмотрели матч или просто пришли и на словах обсудили, показали хайлайты, собирают гораздо больше зрителей. Это удивительно, потому что в Европе вот эти аналитические программы, они самые просматриваемые. Странно вообще. А почему так, по вашему мнению? Почему наша аудитория больше требует чего-то яркого и несерьезного? А мы во всем поверхностные больше. Во всем абсолютно. Просто я не могу сказать, что тотальный футбол – это программа для людей, которые обязаны знать очень много о футболе. Это программа, которая может осилить человек, который только начал познавать футбол. Да, там будет много шокирующей новой информации. Слегка это может поначалу казаться сложным, но это не неподъемная информация, наоборот, это то, что тебя внутренне обогащает. Поэтому пугаться этого… люди не могут этого пугаться. Нет, сложность составления этой программы заключается в том, что нужно учесть несколько интересов. То есть, должен посмотреть болельщик простой, который, скажем, не вникает в детали. Это должно быть интересно футболистам, молодым ребятам, профессиональным футболистам. Это должно быть интересно тренерам. Это должно быть интересно журналистам. Это как бы не так просто составить… И ты даже когда разрисовываешь, ты должен понимать, что все это должно быть доступно. Я, например, в этой программе… Удивительно, это единственная программа, вот как шесть лет назад я испытывал какой-то такой творческий трепет перед передачей. По-прежнему так же испытываю. То есть, это говорит о том, что она мне, черт возьми, нравится. А работа экспертом в тотальном футболе как-то помогла развить вашу насмотренность в футболе? Может быть, вы стали больше обращать внимание на неочевидные эпизоды? Потому что, когда вы долго разбираете матч, чтобы показать это не своей команде и профессиональным спортсменам, объяснить это под определенным углом, под которым они уже это видели, они понимают. А когда вы думаете, а как мне рассказать это интересно для условного болельщика «Спартака», который смотрит только матчи «Спартака», или для вашей супруги, которая посмотрит вашу передачу, сделай так, чтобы ей было интересно. Вот такая задача сделала вас лучше, как тренера, который анализирует игру? Нет, безусловно, наблюдательнее стал и стал находить моменты даже с помощниками, с разными работал. У меня всегда очень глубокие такие люди, наблюдательные. Они обратили внимание на то, что я вижу сейчас, то, на что они не обращают внимания. Вот, например, матч какой-то, который тебе дают разобрать, я вначале его разбираю сам, без звука, обязательно без звука, без комментатора. И только после того, как я уже разобрал, я начинаю составлять темы. И очень хочется, с одной стороны, сделать доступным это все для многих, скажем, слоев населения. Хотя аудитория, я понимаю, маленькая. Но, тем не менее, доступным, с одной стороны. А, с другой стороны, интересным с точки зрения новизны. Ну, например, мне всегда нравится, если я найду какие-то эпизоды, которые даже зарубежные аналитики в этом топовом матче не находят. И я часто нахожу их. И здесь это связано даже не с тем, что я профессиональный тренер. Это связано уже с какой-то наблюдательностью, с попыткой найти в структуре, допустим, команды, именно как закономерность, что-то такое, чего не видят даже другие серьезные аналитики. И когда ты с этой точки зрения рассматриваешь и несколько лет работаешь так, это же мое хобби. То есть, получается, разбор топовых матчей – это мое хобби. У профессионального тренера, когда хобби в этом заключается, это не самое плохое хобби. Оно очень даже помогает мне, даже и в своей профессии. Например, раньше я достаточно консервативно, 4-4-2 и 4-1-4-1, хотя на самом деле сказать, просто назвать схему – это ни о чем не говорит. В рамках одной схемы есть уйма разных вариантов и функциональных обязанностей у игроков. Но вот к чему, допустим, я себе говорил, а что это тебе дает в профессии, в твоей? А это дает то, что, допустим, даже с девочками, мы, допустим, перед игрой с «Зенитом», хотя мы ее проиграли, но мы ее очень здорово сыграли. Мы перешли на новую схему, мы ее отрабатывали всего 3 дня. Всем все было понятно. Абсолютно. То есть, я понял, что если бы я с молоду, скажем так, занимался этим, то, наверное, работая в мужском футболе, мог бы как бы обогатить себя. Потому что подумал и не сделал, можешь считать, что не подумал. Знаешь, но не применяешь, считай, что не знаешь. И мы ведь, многие же тренеры, мы знаем на самом деле достаточно много для того, чтобы рисковать и применять это в своей работе. Но не хватает храбрости какой-то, доверия к себе. Наверное, и знаний не хватает тоже. И вот такая кропотливая работа по аналитике, она эти знания и детали, она тебе потихоньку дает. То есть, получается так, что 6 лет назад, когда у меня было много шансов в мужском футболе, но я не всеми воспользовался, я был менее компетентен, чем сейчас, где мне шансов не дают вообще. Понимаешь, в чем дело? Но здесь один момент есть. Я на самом деле же зациклен на нескольких тренерах, которые мне интересны. Ну, естественно, Гвардиола, понятно. И ты смотришь, безусловно, ты понимаешь, что ты его состав и игроков знаешь лучше, чем свой. Почему? Потому что за ним ты наблюдаешь 10 лет и анализируешь его, а у тебя нет возможности нигде год поработать. Потому что год и все. Независимо от того. Ведь на самом деле, вот я сидел недавно, и мне говорит, ну, человек мой достаточно близкий говорит, ну, все-таки в мужском футболе у тебя не сложилось. Я говорю, если ты близкий мне человек, говоришь это, а скажи мне, пожалуйста, а где в мужском футболе я не дал результат, кроме Химок, за 14 лет я везде дал результат. Просто, допустим, для Хабаровска третье место занять. Это лучший результат за 76 лет его... Я дважды третий. Для Нижнего Новгорода ННН в свое время. Третье место. Это тоже лучшее место в истории Куба. Кубок России еще там был. Ну, это мы случаем в полуфинал Кубка России выходили, но это не выдающееся достижение. Что в нем такого? Спартак обыграли, Рубина обыграли, тут Бердыевский. Всего-то, да? Ну, ничего. Нет, нет. Даша, для команд первой лиги обыгрывать в Кубке даже топовые нашей команды, поверь мне, в этом нету ничего выдающегося, потому что психологическое преимущество всегда у команды первого дивизиона. Там колоссальный настрой и полная при этом раскрепощенность. Идеальное состояние боевой готовности. Тот же Спартак в Хабаровск приехал. Ни Промос, ни Зелуиш, никто не сыграл даже в 50% своих возможностей. Я же отдавал себе отчет. А как в современном футболе ты не можешь, у тебя группа игроков выпадает. Они никогда столько не летали в таком состоянии жутком, не выспавшиеся и так далее. Это же, ну, дело даже не в перелетах. Дело в том, что у команд премьер-лиги мотивации нет. И ты ничего с этим не поделаешь. Это очень сложная тема. Ну, мы зря к ней перешли. Я просто спрашиваю, я говорю, ты мне, близкий человек, говоришь такую ерунду. Почему? Потому что ты уже как общественное мнение, вот так сказано было. Ты знаешь, я недавно на передаче очень уважал ведущего. Я говорю, ты помнишь, ты говорил, что при мне Анжи вылетел из премьер-лиги. Он говорит, я не говорил, Александр Натальевич. Я говорю, ты говорил. Он говорит, извиняюсь. Я говорю, а как так все? Понимаешь, вот так вот, шито-крыто. Вот Стукалов ведь очень качественно поработал. Проявил себя как талантливый тренер. Но если мы смотрим по факту, но вылетел Суфой, мы не будем говорить. У него была очень сложная ситуация. Но он себя проявил как талантливый тренер. Я ни с кем никогда не вылетал. Я пять раз команды первого дивизиона оставлял в первой лиге. Если ты любого профессионального тренера, который сталкивался решать задачу или оставить команду, допустим, в лиге, любой тебе скажет, что это кошмар, когда ты борешься за выживание. Особенно, когда ты при этом работаешь на Дальнем Востоке и борешься за выживание. Потому что там нельзя допустить ни одной осечки. Ты не можешь себе позволить перетренировать хоть в одном микроцикле команду. Ошибиться в выборе состава, в заменах. Все. Потому что все пойдет прахом. Пять раз я оставлял команды. А клише такое. А почему оно такое? Потом есть вещи, которые, допустим, я дважды в отставку подавал в прямом эфире. Все это считают за мой конек, за какой-то комизм и так далее. Но, Даш, есть много ситуаций в футболе, которые тренер не должен раскрывать эту кухню. И когда, допустим, ты с руководителем договорился, что в случае проигрыша в этом матче у меня таких ситуаций было шесть. Когда все было на волоске. Шесть. В пять этих ситуаций мне повезло. А в одной, я не буду говорить в какой конкретно. Если ты договорился и ты проиграл, почему не сделать это красиво в прямом эфире? Прояви в такую сложную для себя минуту сам себя поддержи своим творчеством. Подними себе настроение. И другим тоже. Вот из двух моих отставок. Банджи в шестом туре уже следующего сезона. И в Тамбове в тринадцатом туре. Одна из них была именно такая. Не буду говорить, какая. Но одна из них именно такая была. Была договоренность. И я подал в отставку. Последний вопрос про тотальный футбол. После того, как вы стали появляться на этой программе, поступали ли вам какие-то предложения о работе? Возглавить какой-то футбольный клуб? Да, конечно. Как раз Тамбов появился. А как это получилось? Наверное, это какое-то впечатление производит на руководителей. Знаете, галстук, умная физиономия и так далее. Но на самом деле у меня даже в мыслях не было себя продать и так далее. Более того, мне кажется, это совершенно какой-то дурной такой вкус. Вот с этой стороны зайти, чтобы проявить себя на телевидении. Но по факту у меня так получилось. Потому, что мне кажется, что руководитель Тамбова, как-то так я ему глянулся. Вообще, честно сказать, что многие тренеры... Вот на моих глазах я все-таки много уже на телевидении. И я вижу, что работу себе вернули. Не нашли. А работу себе вернули в РПЛ причем. Именно благодаря телевидению. Они именно за этим туда часто и ходят. Да. Это достаточно легкий способ напомнить о себе. Даже если ты просто стоишь в студии и молчишь. Насколько я помню, вы пришли в Тамбов, когда там как раз сняли тренеров. И там была ситуация, что сняли его на финише чемпионата. Мурат Исхаков. Он сейчас помогает Федотову в Сочи. Это за семь туров до конца чемпионата было. Вот с психологической точки зрения, насколько вы это восприняли, когда вы возглавили команду, которая идет в лидерах, и при этом только что сняли тренера. Потому что, наверное, вы думали, а что я скажу этим игрокам? А как я представлюсь вообще, если они в лидерах, и у них убрали тренера? Там были игроки, с которыми я работал. Более того, с руководителем сразу была договоренность, что я в конце сезона возглавлю. А не за семь туров до конца. Ну, такая деликатная ситуация, потому что Исхаков хорошую работу провел, и он сейчас работает и так далее. Я не могу какие-то вещи говорить. Но я понял, что ситуация была такая. В любом случае, Мурата меняли из Исхакова. Мотивировал руководителей так, что если займем первое место, оно у нас наворачивается. Действительно, по каким-то странным причинам команда была в яме. Такое бывает. Знаешь, бывает такое. Команда идет, идет на первом месте, и в конце сезона, проиграв пару матчей, теряет уверенность в себе и начинает спотыкаться. Но в данной ситуации он мне сказал, что тебя беспокоит. Ты же должен разобраться, кого мы оставляем, кого мы убираем. Я говорю, достаточно мне внимательно смотреть за чемпионатом. Зачем мне сейчас? Но, тем не менее, я на этот шаг решился, потому что так красиво он мне все это преподнес, что или так, или никак. Хотелось еще раз шанс в РПЛ попробовать свой. Мы за кратчайший срок сформировали безумно крепкий коллектив. С огромной верой в себя. И эта вера, она же ведь не сразу пришла. Это была работа ежедневная, кропотливая. До сих пор ребята звонят, кто тамбов прошел. До сих пор. Недавно собрались они вместе. И позвонили мне. Говорят, давайте, Витальевич, давайте на видеосвязь выйдем. Пообщались так тепло недавно. И самое интересное, я не могу сказать, многих это мое заявление критиковали о том, что я сказал, что эту команду за две с половиной недели я собрал, я подготовил. И она достойно осталась в РПЛ. Понятно, это все было сведено к тому, что я ушел, и пошли результаты. Ну, а мы при мне обыграли ли Спартак? Говорят, ну, Спартак никакой был. Хорошо, а Ростов мы обыграли. Причем, мне кажется, у Карпина тогда Ростов на пике был. Состав полностью оптимальный был. Могли проиграть? Могли. Могли выиграть? Могли еще крупнее. Могли выиграть? Ну, по делу обыграли. Ну, то есть, были матчи, и уже были предпосылки созданы для того, чтобы тамбов зацепился. Кроме того, вот это трио волшебное, Костюков, Обухов и Милкадзе, на троих они забили 21 или 22 гола. Ведь Милкадзе и Обухов где-то в девятом или в десятом туре появились у меня. В тринадцатом я уже в отставку подал. А именно эти ребята на троих на калашмателе 21 мяч. Понимаешь? То есть, там стечение обстоятельств. Более того, я тебе скажу, что сегодня мне мой помощник, Тимур Шипшев, как раз в тренерском штабе, то есть, он закрывал лицензию еще Первушину. То есть, мы как раз втроем работали, и вот наш тренер. И сейчас мы работаем вместе. Скажи мне вот так по логике, если бы мое влияние на результат той команды было бы такое, как о нем пишут, пришел бы мне сейчас Шипшев помогать в женский ЦСКА? Вот как ты думаешь вот так вот просто? Как аргумент тебе? Честно, я думаю, что ситуации бывают разные, и что самое главное – это иметь в штабе человека, которому ты доверяешь. Ситуации могли и в клубе у вас возникнуть совершенно разные. Но если человек остался с вами, значит, он вам предан. Александр Витальевич, а в каком клубе вы проработали больше всего в мужском футболе? В мужском футболе получилось в Хабаровске в общей сложности два года. Но это опять же так получилось по году, но в разные сроки. Два с половиной там получилось. А если за один присест? А если за один присест, то нигде больше полутора лет я не проработал. А вы думали, почему так получается? Нет, безусловно. Первый фактор, безусловно, это то, что первые 4-5 лет в мужском футболе у меня просто крышу сносило, потому что, представляешь, я прихожу из женского футбола, где я 12 лет проработал, но из них только 10 лет главным тренером. И за 10 лет, ну, как бы выиграл очень много. И крайние три года прошли так. За три года ни одного поражения. На меня эта деталь повлияла очень негативно. Это мягко выражаясь. Я не только оторвался от земли, но я даже стал изменять своим принципам жизненным. То, за счет чего я сформировался как личность и добиваться начал того, чего не ожидали у меня в городе. И близко никто не ожидал. В нашем маленьком провинциальном городке. Я ведь, как бы, простой парень из Кисловодска, без связи, без ничего. Была такая невероятная история. Толстых меня Николай Александрович вызвал как-то и говорит. Ну, ты мне скажи, кто тебя протаскивает? Почему ты все из одного клуба в другой? Кто тебя тащит? Расскажи, кто ты такой вообще? А я его очень уважаю, Толстых. Он безумно честный человек. Сложный, но очень честный. Я понимаю, что это недоумение. Там приглашают, там приглашают. Возвыситься можно. Это ошибка любого тренера. Когда он считает, что он особенный и так далее. Что он выше других. Вот это плохо. И знаешь, я к чему говорю. То первые, наверное, лет пять, то, что я кувыркался так из одной команды в другую, наверное, было связано именно с этим процессом. То есть, я здесь полностью вину беру на себя. Потому, что общение с руководителями портил именно я. Не идя ни на какие компромиссы. Можно не перечислять. Уже я сказал все. Удивительно. Но я нашел в себе силы. Так же, как я в молодости, допустим, бросил пить в 30 лет. Невероятно сложно проходил этот процесс. Но я бросил. Когда надо было, я бросил курить. В общем, есть много серьезных решений в жизни, которые я, скажем, делал за счет волевого усилия. И за счет какой-то внутренней идеи, внутреннего содержания какого-то своего. А здесь мне потребовалось несколько лет, чтобы я привел себя в порядок. Наконец-таки я себя привел в порядок. Это уже где-то был, наверное, там 2015 год, 16-й. И тут все пошло прахом. Все пошло прахом. Я стал понимать, что мне как раз-таки встречались очень адекватные руководители. Что нужно было быть удивительным идиотом, чтобы портить с ними отношения. И что все, что мне потом попадалось, это как какая-то кара для меня была. Потому что таких клоунов и негодяев, блин, тяжело найти. За редким исключением. Вот. Невероятные вещи просто как-то так. Но нужно понимать, за преступление всегда наказание. Это не мазохизм. Нет. Это просто нужно понимать. Преступление – наказание. Преступление – наказание. А что вы имели в виду, когда вы сказали, что вы предали свои жизненные принципы? Для меня всегда очень важно было с детства говорить правду. Я посчитал, например, что чтобы в карьере чего-то добиться, можно где-то и соврать. Слукавить. Это не мое. Совершенно не мое. Я запутался в этом вранье. Просто запутался. Ты знаешь, иногда меня спрашивают, ты настолько примитивен или ты дурака валяешь? Зачем ты настолько искренен? Ты на все вопросы отвечаешь. Вот. Володя Стагниенко, например. Много лет тому назад брал у меня интервью. После интервью говорит. Ну, это удивительно. Я говорю, чего? Он говорит, вы отвечаете на каждый вопрос. И похоже, что правду говорите. На каждый вопрос. Абсолютно на каждый. Я говорю, а почему по-другому должно быть? Ну, вот я это имею в виду. Понимаешь, Даша? И я понял, мне нельзя врать вообще никому, потому что я прихожу к ситуации, когда я начинаю врать самому себе. Я эту заразу победил так же, как в свое время победил алкоголь. Уверенно искоренил навсегда. Поэтому сейчас я вижу в этом для себя комфорт. Для моей души. Я себя чувствую невероятно комфортно, когда я всегда говорю правду. Что же вас побудило в тот момент встать на этот путь, когда вы начали врать себе, кому-то еще? Я понял, что я стал слабее. Намного-намного слабее. И вот это какая-то моя дикость, непримиримость. То, за счет чего в женском футболе я вдохновлял команды. Я две империи, по сути дела, создал. Ведь что такое в нашем понимании империя? Это всегда бабло. Лучшие условия. Например, в свое время в Тольятти на очень скромный клуб со скромными возможностями мы свергли как раз-таки эту энергию Воронеж. Мощнейшую структуру, мощнейшую по своему финансированию и так далее. Дальше сегодня мой владелец клуба, допустим, это ЦСКА. Раньше он был владельцем клуба «Россиянка». Собственно говоря, «Россиянка» перешла в ЦСКА. Сейчас он немножко по-другому ведет. У него видение на команду и так далее. Раньше это была мощнейшая организация, мощнейший клуб. Если сравнивать, допустим, как «Зенит» сейчас. Мы в Перми отобрали эту доминанту у них. Три года мы выигрывали и чемпионат, и кубок. Без вариантов. При том, что там были совершенно другие финансовые условия. Совершенно другие. Возможности другие были и так далее. Я подумал, что мне это удавалось именно потому, что я чувствовал себя невероятно комфортно. Когда ты не врешь самому себе, у тебя появляется огромная какая-то энергетика, которую ты можешь запустить абсолютно на выполнение любых. Ты как волшебник становишься. Захотел это сделать – получилось. Захотел это сделать – получилось. Любого человека можешь убедить. Все прет. Абсолютно все прет. Когда ты начинаешь вилять, искать что-то, ты отбираешь у себя эту силу. И в конечном итоге, когда ты понимаешь, как ты заблудился, ты понимаешь, что ты стал хуже. И думаешь, а ради чего это? Ты как бы хотел сделать карьеру. А получилось, ты помешал себе сделать карьеру. Всего лишь навсего надо было оставаться самим собой. Просто самим собой. Но я хочу сказать, что это ведь не так, как бы... Вот в какой-то степени можно же понять игроков, на которых сваливаются, например, огромные деньги. Почему они, допустим, перестают прогрессировать? Почему иногда они превращаются в таких свиней? Да? Потому, что изменяют сами себе. Ведь многие из них, на самом деле, за счет труда добились этого успеха. И как только он пришел в виде таких денег, у многих не хватает. Вот здесь вот что-то внутри не хватает. Кто-то думает, что образование. Нет. Дело не в образовании. Вот здесь вот внутри не хватает чего-то, чтобы понять, что самое главное – это не футбол и не деньги. Самое главное – человеком оставаться во всем. А мне это не удавалось. Я сразу говорю. Я слышала, что вы увлекаетесь философией. Часто читаете книги про философию. Как она вам помогает в спорте? Честно говоря, никак. Это всего лишь навсего попытка заглянуть туда, вглубь себя, неприменимо к работе. Потому, что очень многое в жизни я посвятил исключительно работе, работе, работе. За исключением, допустим, поэзии, которую, скажем, Лермонтов, Пушкин. Понятно, мои любимые поэты, из Лермонтова, наверное, чудовищное количество произведений знаю наизусть. Хотя цитирую в основном Губермана. Но все остальное так было направлено с юношеских пор. Все, что я читал, делал и так далее, все у меня носило прикладной характер. То есть, это должно помочь мне в профессии. Найти применение нужно. Да, это мне должно помочь. То есть, я тренер, тренером я начал работать с 25 лет. А решил, что буду тренером в 22 года, в 21 где-то. Вот как-то так все было. Вот прикладное значение, прикладное. Сейчас, например, Кришнамурти. Да, такое какое-то умиротворение. Я, бывает, погружусь. Недели две этот процесс длится. Вот потом я чувствую, я переборщил. Просто потому, что все уже подвергается сомнению. А я тренер, я прежде всего воин. Мне нужны результаты. Мне нужен тестостерон. Мне нужен адреналин. А тут такое умиротворение. Но это невероятно интересно. Эмоциональные качели, они мне очень помогают в жизни. Такое противоречивое состояние уже давно перестало меня беспокоить и тревожить. Раньше любые противоречия вызывали у меня депрессию. Мы уже 35 лет с женой. И я просто в один прекрасный момент посмотрел. Думаю, а что? Я ее встретил. Ей было 17 лет. Сейчас 35 лет мы вместе. Что в ней, собственно говоря, изменилось? Чистокровная фея. У нее два принципа в жизни. Это радуйся каждому моменту и никого не критикуй. То есть, прямой антипод мне. Прямой, абсолютно. Что, собственно, понятно, почему притянуло. Но я стал задумываться, а почему бы мне, черт возьми, смотря на то, что она счастлива, постоянно, каждую минуту, каждую секунду. Иногда даже такие вещи бывают. Ну, что там, как на работе? Я говорю, да все хреново. А как? Ну, я говорю, совсем хреново. А, то есть, мы через недельку можем поехать к укусику, к внуку? У нее уже все, она позитивна, она не может негативно думать. Я думаю, ну да, через неделю можем поехать к укусику. Да. И мне вот это стало нравиться. Она очень сильно повлияла на меня. Очень сильно повлияла. И я, обрати внимание, не тогда, когда я влюбился, когда ей было 17 лет, а спустя много-много лет она стала на меня влиять. Я все время понимаю, что я многих критикую. Ведь сейчас мы с тобой в разговоре. Я же отдаю себе отчет, сколько критики от меня идет. Это при том, что я здесь ведь не усердствую. Мне под язык попасть, это никому бы не пожелал. Но она как-то меня уравновешивает своей добротой, своим позитивом. Просто уравновешивает в этой жизни. Поэтому я какие-то... Допустим, я тебе Кришнамортий привел в пример. На самом деле, лет 6 назад я прочел Виктора Франкла. Сказать жизни да. Потрясающая вещь. Удивительная. Такие книги, когда ты читаешь, ты выравниваешь себя. Ты понимаешь, для чего ты здесь. Ты понимаешь, что такое счастье, что такое несчастье. Мне кажется, что если ты родился таким, скажем, депрессивным типом, как я, например, то тебе нужно стараться себя не улучшать, а хотя бы делать все возможное, чтобы ты не ухудшался. И я стараюсь. От души причем стараюсь. Я просто тебе привел пример просто Франкла и Кришнамуртий. На самом деле, я просто тебе показал направление, по которым я себя выравниваю иногда. А вы сейчас больше времени уделяете себе и работе над собой, чем раньше? Как вы отдыхаете? Как вы расслабляетесь? Ведь, как я понимаю, чтобы уравновесить свое внутреннее состояние, нужно проводить много времени наедине с собой. Анализировать то, что происходит вокруг тебя, что происходит с тобой. Наверное, многих, не знаю, кто посмотрит на этот бред, который я несу. Наверное, это многих удивит. Даже не знаю, для чего я это скажу. Наверное, мне будет приятно просто это сказать. Многие же видят, что я постоянно работаю. При этом они включают телевизор, видят я там. И складывается такое впечатление, впечатление бабочки. Мотылёк такой, летающий мотылёк. Так вот, чтобы мотылёк так полетал, я просыпаюсь и говорю себе, Господи, слава тебе Богу, что я проснулся сегодня. Потому что, когда я ложусь спать, а я сплю всего 4 часа, просто я стараюсь где-то днём найти ещё полчасика. Для меня это крайне... Я из детского сада сплю. Я даже устраиваюсь, когда на работу президенту клуба, говорю, я тебя очень прошу, с 2 до 2.30 меня не буди. Я выключаю телефон. Он говорит, ты прикалываешься? Я говорю, нет, я серьёзно. Вот, это правда. Но засыпаю я абсолютно уже выдохшийся. Потому что всё время... Ты понимаешь, где бы ты ни работал, в мужском футболе, в какой лиге, не имеет значения. Для меня это не имеет значения. Я работе оставляю определённое время. То есть, здесь очень важно, чтобы тебя не назвали фанатиком. Потому что фанатик – это оскорбление на самом деле. Почему? Потому что фанатик – это человек, степень одержимости которого такова, что он полностью 24 часа в сутки отдаёт себя работе. И если ты при этом ещё недостаточно успешен, или вообще не успешен, то тогда что в этом определении фанатик? Ну, ты дурачок. Я вообще люблю ругаться матом. Вот поэтому... Ну, синоним к слову – дурачок. Да? Понятно. Что за слово я хотел употребить? Но здесь мне нравится мой образ жизни. То есть, ну вот, когда нету, допустим, рядом семьи, я всё время уделяю работе и работе над собой. Ну, так как читать много я не могу, зрение, очки принципиально не ношу, я, представь себе, каждый день приблизительно где-то с 10 вечера, я вообще телевизор не смотрю, с 10 и до 2, пока я ложусь спать, я посвящаю, допустим, то, о чём я тебе говорил. Кришнамуртий, Франкл, Кришнамуртий, Франкл. Я специально не говорю ничего больше. Более того, я могу погрузиться какой-то период времени, опять вернуться к Лермонтову, к Фету, к Тючеву, к Пушкину. Это быстро проходит. Ну, мой мозг должен питаться чем-то другим. Я на самом деле считаю, что от рождения человек обладает какими-то качествами. То есть, он бывает либо хороший, либо очень хороший, либо плохой, либо очень плохой. Так вот, мне кажется, что проанализировать, какой ты, ты должен проследить, о чём ты думаешь в течение дня, каковы твои мысли, сколько негативных мыслей у тебя в голове возникает. И я не скрою, у меня много негативных мыслей. И я борюсь с ними. Послушай, если я не буду с ними бороться... То есть, в принципе, по сути дела, я задавал себе вопрос, а что это такое? Ну, мне это нравится, допустим. Мне нравится жить так. Понятно, когда семья рядом, я безумно рад, что мне сегодня не надо 4-5 часов что-то слушать. Ну, слушать, по сути дела, я в этом нашёл больше даже кайф, чем читать, честно. Но сейчас, видимо, с учётом того, что я это делаю много лет, мне на самом деле невероятно интересно слушать. И я вот слушаю, слушаю, слушаю. То есть, по сути дела, такой как бы образ жизни у меня, как у отшельника. Ну, на самом деле, как у отшельника. Полностью, максимально. То есть, когда я выбираюсь на телевидение, я понимаю, что вот я этот костюм и галстук, и эти туфли нигде больше никогда не одену. Хотя не всегда так было. А вы же ещё очень много занимаетесь спортом и много бегаете. На коммент-шоу я слышала историю о том, как вы после перелёта в 8 часов пошли в спортзал. Делали это регулярно. Регулярно, да. Я немножко посадил сердце, ну, скажем так, аритмия у меня. Именно работа на Дальнем Востоке. Вот эти бесконечные перелёты, нервотрёпка. Я курил тогда. Ну, и как бы я вначале первым делом испуг. Понимание, что можно распрощаться с этой профессией. Но тогда ты думаешь не о профессии, ты думаешь о здоровье. И я понял, что надо уделять внимание здоровью. А аппетит приходит во время еды. И так как я умеренно не могу быть ни в чём, постепенно 20-30 подтягиваний перешли в 120-150, 30-40 отжиманий перешли в 300 отжиманий, 3-4 километра пробежки перешли в 12-14. И я, в общем, увлёкся до такой степени, что в следующий раз мне врач, мой кардиолог, сказала, я отказываюсь вообще как-то сотрудничать, потому что вы просто удивительный человек. Вы из одной крайности кидаетесь в другую. Я услышал её, поэтому мы сейчас находим баланс. То есть, это опять, допустим, 80 подтягиваний на перекладине, это 150-200 отжиманий, это 5-6 километров. То есть, просто баланс я нашёл. То есть, я этим занимаюсь, потому что у меня потребность такая у организма. Вообще, наш организм – удивительная машина, удивительная. И способен поглощать абсолютно любые нагрузки и так далее. Просто надо понимать, что это должно идти на здоровье, а не против здоровья. Но, к сожалению, для меня это сложная тема. Вы из тех людей, кто границ не знает, судя по всему. Нет. Поэтому вам обязательно важно слушать тех, кому вы доверяете. Я уверена, что ваша жена вам говорит, что надо подтягиваться меньше, потому что здоровье – это действительно самое важное. И в вашей профессии вы это понимаете, как никто другой. Мне кажется, внешний вид тренера тоже входит в часть его функционала. Это очень важно, на мой взгляд. Мы же тренеры по футболу. Для нас физическая подготовка – это тоже часть нашего мастерства. Интеллект должен быть высоким. Уровень знаний должен быть высоким. Тактическая подготовка – высокая. Все по всем. Физическая подготовка – высокая. Все должно быть на высоком уровне. Противодействию стрессов. Все-все-все-все-все. Умение разговаривать, ораторское искусство. Все-все-все-все входит. Но 40% ответили все-таки не в спортивном костюме. Не в спортивном. Но это не говорит, что это правильно или неправильно. Это говорит о том, как воспринимают игроки. Посмотри на внешний вид Гвардиола, Симеона, Юрген Клоп. Но надо понимать, что в начале своей карьеры и середине своей карьеры он всегда был одет в костюме и так далее. Да, безусловно, изменился внешний вид Гвардиолы. Но при этом мы понимаем, что он упростился. Но мы понимаем, что он ему уделяет огромное внимание. Я с вами полностью согласна. Но ответьте для тех людей, кто спросит, а где прямая связь между внешним обликом тренера и результатом? Никакой. Но почему тогда это важно? Ты знаешь, мне кажется, что часто ты призываешь игроков к проявлению волевых усилий. Понимаешь, когда ты сам не следишь за собой, игрок внутри себя, может, дело не в том, что он скажет, а дело в том, как он подчинится тебе, до какого уровня ты способен на него влиять. У меня, допустим, была десятикратная чемпионка страны. Уникальный абсолютно результат. Она как-то раз мне сказала, я сделал замечание, она сказала, ну, все-таки я десять раз выигрывала чемпионат. Я так жестко очень это осек. Сказал, что ко мне разница, сколько ты выиграла. Ты будешь делать то, что я тебе скажу. А сам как-то начал сомневаться. А правильно ли я ей сказал? Потом, когда мы много лет спустя встретились, она сказала, именно этот разговор повлиял на нее, и она приняла от меня эту позицию. А я сомневался, правильно ли я построил с ней разговор. Может быть, как-то к медалям к ее надо было более уважительно отнестись. Представляешь, что такое десять раз выиграть чемпионат? Нет. Ну, как бы у женщины есть женщины. Это немножко другая тема. Я когда говорю, что все-таки женский футбол – это футбол, но я согласен, что нужно считать его немножко другим видом спорта. Я с этим согласен. Только по одной простой причине. Потому что очень много различий в плане психологии. Очень много. Радикальные причем различия. Я сама женщина, и поскольку у меня три старших брата и, в принципе, подруг у меня никогда особо не было, я всегда дружила, общалась с мужчинами. Наверное, поэтому я часто не понимаю женщин. Я задаюсь вопросом, господи, зачем ты это делаешь? А потом я что-то сама делаю, говорю, думаю, господи, а ты зачем это делаешь? Ты же вроде нормальная. Поэтому я не могу понять, а как вообще мужчине справиться с коллективом женщин? Особенно женщин, которые занимаются спортом. Естественно, они часто бывают в неадекватном, в нормальном смысле этого слова, состоянии, на эмоциях. Тут столько моментов в женском организме, в женской психологии. Как вы с этим управляете? Это же буря и ураганы, какое-то безумие. Ну, моя фея, ну, жена, подарила мне трех девочек. У меня собака, две собаки, тоже девочки, две кошки. Девочки, я иногда говорю, слушайте, ну, можете хоть одного мальчика завести или кобеля какого-нибудь? Ну, что это вообще за карма такая у меня вообще? У меня две сестры. Поэтому здесь что-то, какие-то вещи какие-то предначертанные. Ну, работать с женщинами мне намного проще. Чем с мужчинами? Да. Намного проще. Я сразу уловил и понял, как с ними работать. Я человек такой, очень много по наитию делаю. Несмотря на то, что очень много прочитал и продолжаю читать. Но я хочу сказать, что приоритет я всегда отдаю чувственной стороне, а не знанию. И в этом плане мне в работе с женщинами помогает именно вот эта выработанная какая-то интуиция, вот чувственная моя сторона. Потому, что если бы я опирался в работе с девушками на логику, мне кажется, я бы заблудился сразу. А я стал с первого дня в работе с девушками опираться на чувственную сторону. И, наверное, очень сильно развил ее у себя. Хотя я не могу сказать, что мужчинами это не прокатывает. Это тоже сильно помогает мне в работе с мужчинами. И вообще очень хорошо научился чувствовать людей. Что он чувствует. Мы ведь вот даже когда разговариваем, не наблюдаем друг за другом. Вот если я, допустим, в эмоциях что-то говорю, человек эмоциональный, он, как правило, потом спрашиваешь, а что... Так, а вот какое было выражение лица у Даши? А что она чувствовала когда-то? Я не помню ничего. Я был поглощен сам собой. Нет, я даже когда эмоционирую, я наблюдаю за человеком внимательно. И я чувствую, что он испытывает, стесняется он, злится, раздражается. Раздражение прямо моментально начинаю чувствовать. Равно как и положительную эмоцию тоже сразу чувствую. И, кстати, многие девочки мои знают об этом. Именно поэтому меня обмануть просто невозможно. Честно. И ты знаешь, вот этот подход, он порождает очень серьезное доверие. Потому что когда ты несколько раз поймаешь своего игрока на том, что она просто как бы не хочет раскрыться, но ты говоришь, что она чувствует. Один раз, два, три раза. Она говорит, да, черт возьми, с ним ты театр не сыграешь. Он просто чувствует. Это действительно очень редкое качество для мужчины. Я тоже ловила себя на мысли, что мужчины – это про логику. Женщины – про интуицию. И так или иначе вся моя жизнь, она это подтверждает. В зависимости от людей, с которыми я общаюсь. И когда вы говорите, что вы чувствуете эмоцию, и вот говорите женщине, что, например, ты злишься, она говорит, нет, ты злишься, она говорит, нет. И в третий раз она говорит, что да, это ведь действительно так и есть. Потому что я одного только мужчину в своей жизни встречала, который говорил, что типа ты злишься. Но он понимал это сразу. И это крайне редкая история. Получается, что вам это действительно может сильно помочь? Ведь обычные мужчины, они не могут это считать. Нет. Я об этом не думал раньше, но по мере того, как я работал в женском футболе, я стал понимать, что очень сильно развита у меня вот эта чувственная сторона. Именно развита. Потому что мы все рождаемся с одинаковыми приблизительно способностями. Весь вопрос в том, что мы в себе развиваем. Вот, допустим, к сожалению, самоконтроль свой эмоциональный я очень поздно начал контролировать. Это совершенно разный навык. У меня великолепно развито чувство времени, чувство пространства. Например, никто никогда не видел меня секундомером. Потому что интервалы времени до 10 минут я на несколько секунд ошибаюсь только. Допустим, интервал 6 минут. Я могу на 5 секунд ошибиться. Это неоднократно мы спорили с помощниками и так далее. То есть, я говорю, зачем мне секундомер, если интервал в 10 минут, я безошибочно. Но тоже, опять же, это развивал. Я никогда не пользуюсь свистком. Уже лет 12, наверное. Мой самый прикол обычный с новой командой, а таких было много. Я всегда так вот прихожу, говорю, ну что, какого цвета у меня свисток в руке? Ну, девушки, конечно, они, конечно, феноменальны. Каких только ответов не было. Она говорит, голубой. Я говорю, ну перестань. Думай головой, прежде чем говоришь. Где ты видела голубой свисток? Или ты на что намекаешь вообще? Красный, зеленый. Девушки, ну перестаньте. Ну, какой красный, ну вы что? Но вообще у мужиков то же самое. Я это делаю иногда на третьем занятии, на четвертом. То есть, представляешь, ты принимаешь команду. Проходят 3-4 тренировки. Ты говоришь, так, пацаны, какого цвета у меня свисток? А говорят, ну, черт, что за вопрос вообще? Нету свистка. Мы 4 дня тренируемся. Кто-нибудь видел, чтобы я свистнул? Нет. И тогда они думают, а как же мы тренировались эти 4 дня? Без свистка. Да, по 2 раза в день. Там на сборах же обычно ты команду принимаешь сразу на сборы же. Вот. Без свистка. Они даже не помнят, что я говорю. Стоп. И реакция на голос должна быть. То есть, ты должен команду приучать к своему голосу. Зачем тебе свистеть? Ну, просто некоторые тренеры сейчас обидятся, если кто-то послушает это, потому что всю жизнь пользуются, и среди них есть удачливые, ну, как бы, серьезные тренеры. Но, на мой взгляд, на мой взгляд, свисток абсолютно не нужен тренеру. Это какой-то атовизм, который вот просто никто не хочет понять, что он вот, а зачем он тебе нужен? Ну, зачем? Вот ты представляешь, вот мы до сих пор, как бы, многие коллеги, это не как критика, но просто, ну, прикольно на это смотреть. Вот выходит, посмотри, многие, причем удачливые тренеры, некоторые, ну, как бы, топ-тренеры. Вот здесь секундомер висит, и здесь свисток висит. Блин, я вот это вот, у меня вот как физрук, понимаешь? Ну, и спортивный костюм еще такой, хрустящий. Да, вот, да. Ну, зачем это? Но эти вещи, они тренируются, на самом деле, они тренируются. Наблюдательность, очень важное качество, она дает абсолютно все. Потому что ты можешь сказать мне словами все, что угодно, но твои глаза подскажут гораздо больше. Вы меня засмущали. Скажите, какой у вас самый счастливый момент в тренерской карьере? В тренерской карьере? Ты знаешь, на самом деле, ведь очень много было. Вот удивительно, да, меня как тренера какого-то лузера, блин, преподносят, а у меня этих моментов столько, что я даже не смогу сейчас за пять минут их перечислить. Если говорить, допустим, о женском футболе, то это мое первое чемпионство. Даже ни Лига чемпионов, ни Кубок Италии, ни три дубля подряд в Перми. А вот первое мое чемпионство. Потому что к нему мы удивительно тяжело шли. Удивительно. В женском футболе невозможно проиграть четыре матча за сезон и стать чемпионом. Первые два сезона в Тольятти, когда я принял команду, мы не проигрывали ни одной игры и занимали вторые места. Потому что там были ничьи, осечки, а основной конкурент не допускал ни одной осечки. А в этот сезон мы потерпели четыре поражения и выиграли чемпионат. И запомнился он мне потому, что я сказал, пришел в раздевалку, сказал, это последнее поражение. Дальше мы выиграем все матчи и станем чемпионами. Это звучало дико. Абсолютно. Я понимаю, что в это никто не верил. Я это запомню, конечно, на всю жизнь. Первый раз, как девчонки качали, я, ну как бы никогда же тогда, когда ты выигрываешь чемпионат, тебя качают. И я подумал, господи, а насколько они на пять метров подбрасывают. Потом на видео смотришь, всего там максимум на полтора метра. Вот очень мне запомнился прошлый год чемпионства в Армении. Потому что это для меня очень важно было, выиграть в Армении чемпионат. И понятное дело, что я пришел, уже чемпионат заканчивался, но то, как это произошло, я приехал как какой-то наемник. Я не выходил из номера 14 дней, пока длилась эта эпопея. Игры со второй на третий, со второй на третий. Это было какое-то волшебство. Потом это все игроки вспоминали и до сих пор иногда звонят. И мы были на пятом месте. Гунько, кстати, снова на первом шоу. И при хорошем раскладе, если выигрываешь оставшиеся игры, то можно было, как бы, мы рассчитывали там на второе место заскочить. Так сложились обстоятельства, что все прошло. Абсолютно. У меня не было никаких эмоций. При моем подходе, где эмоции на первом месте, не было никаких эмоций. И вот последний матч, чемпионат выигрываем, я стою в стороне. Потому что я понимаю, что два тренера до меня поработали в этом сезоне. Я знаю, что это такое. И я понимаю, что они владельца клуба качают. И я понимаю, что я здесь не при делах. И каково было мое удивление, когда пацаны все ко мне подбежали, схватили и начали меня качать. Я не рассчитывал на такой торт. Но самое меня больше всего поразило, то, что федерация официально признала меня чемпионом Армении. Потому что я подумал, как это возможно? Ну, это же не должно быть так. Просто все понимали, что могло быть пятое место. Как я приехал на пятом месте. Могло так все закончиться. Это, конечно, приятно очень. Я это ценю. Но, как ни странно, я ведь никогда в мужском футболе и в Еврокубках не участвовал. Для меня очень запомнился матч с Кайратом в Ереване. Когда мы так гоняли Кайрат, что Вагнер встал в центре поля и начал орать. Он достаточно мягкий человек. И вот он на партнеров, на своих просто орал. Этот матч закончился тем, что трибуны хлопали. После матча еще остались долго и хлопали парням. Почему для меня именно... Ты меня спросила. Я вот здесь покопался. Именно вот эти два момента. Первое чемпионство в женском футболе. И здесь чемпионат Армении и Лига Европы. Кайрат. Потому что Кайрат – это все-таки команда совсем другого уровня по сравнению с Алашкертом. То есть, у меня очень такие воспоминания. Это за 2004 год первый. А второе, наверное, вот оно свежее. Я еще видела вашу речь перед Рейнджерс. Ну, это не речь. Как жена мне сказала, говорит, я ей позвонил, говорю, ну, что ты скажешь на этот отчет. Когда ролики уже вылезли, ролик этот вылез, она говорит, ну, не хочу я это. Ты же знаешь, я не люблю этого. Я говорю, ну, скажи, милая, ну, что ты, ну, любимая, ну, скажи свое мнение. Она говорит, ну, позитив. Первое – позитив. Она говорит, ну, в принципе, только копья не хватает тебе. Ну, на самом деле, ведь 20 парней запрыгнули на лавочку. А ведь мало кто понял, что русский язык из этих парней знали всего 4 человека. 4. А 20 человек запрыгнули. А они как запрыгнули? Я понимаю, там одни маты. Но, значит, маты-то по-русски они тоже не понимают. Там бразильцы, там сербы, там африканцы были. Там, ну, они по-русски ничего не понимают. Совершенно понятно, что это состояние, в котором я находился, да, то вот просто я показал, залезли на это, и они залезли. Здесь момент такой, и, конечно, это никакого удовольствия на это смотреть нет. Потому, что ты понимаешь, что это, ну, переходит все границы. Но в любом случае, там в глубине души ты испытываешь моральное удовлетворение от того, что ты на абсолютно незнакомом языке загнал 20 парней на лавочку. И что эти парни на следующий день не дрогнули. Более того, ведь вопрос не в том, проиграли, не проиграли. Просто пацаны, которые первый матч свой в жизни играют 50 тысяч в стадион, он весь битком, и не просто битком, а это 50 тысяч фанов. Это не 50 тысяч болельщиков. Это просто ненормальные 50 тысяч, которые с первой до последней секунды орут, поддерживают. Но они вышли, они просто вышли их обыгрывать. Не просто поиграться с Рейнджерс. И ты понимаешь, что эти вещи, они же не первый раз у тебя в карьере происходили. Они работали с девушками, они работали с русскими ребятами, они работают, оказывается, и с иностранцами. Тебе не нужен переводчик, потому что, оказывается, просто звуки могут дойти до головы и повлиять на них головы. А так, конечно, это безобразие. Потому что, если просто смотреть на этот ролик без понимания, к чему он привел, ну, понятно, я признаюсь, чистокровный клоун. Это, кстати, тоже важный момент. Допустим, я своим девчонкам говорил о том, что я считаю достаточно серьезным своим сильным качеством то, что я могу себе позволить быть смешным. Могу себе позволить. Тот самый Мюнхгаузен с Янковским. У меня очень много любимых фильмов, но это один из самых моих любимых фильмов. То есть, это оттуда, да. Не каждый может позволить себе быть смешным. Я могу себе позволить это спокойно, легко. Вы совершенно недавно дали интервью, флэш-интервью, где сказали, что как это, в финале Лиги Чемпионов не может играть клоун. Я же играл. И я подумала в тот момент, насколько же вы все-таки человек, не вписывающийся в рамки вот этого русского нашего футбола, потому что в русском футболе с баиронией места нет. Мне кажется, руководители футбольных клубов, они, может быть, боятся даже вас пригласить. Боятся. Потому что они понимают, что вы что-нибудь такое отчебутищи. Потому что для них важно, чтобы человек был подконтрольный, чтобы он правильно говорил, чтобы он держал себя в руках, чтобы он лишнего ничего не сказал. И не дай бог вы как-то... Я тебе отвечу на этот вопрос. Очень известный тренер, 2012 год. То есть, не так давно. Он мне говорил, он понимал, что тогда у меня появились варианты, и потенциально... Он знал меня хорошо, и он понимал, что он говорит, сейчас все зависит от тебя. Или ты в космос, или ты никуда. Я говорю, я хочу что-то для души. Он говорит, заканчивай. Заканчивай с этими интервью. Значит, твоя задача сделать на пресс-конференции интервью максимально пресным. Посмотри, говорит, на моей пресс-конференции. Я говорю, да, кстати, я хотел давно спросить тебя. Он старше меня, но ненамного. Я говорю, я давно тебя хотел спросить, ты такой глубокий человек. Читаешь Шопенгауэра. Читаешь Ницше. А такое впечатление, ты меня извини, как будто бы ты два слова связать не можешь. Я хотел спросить, что это? Ты волнуешься? Он говорит, я ни хрена не волнуюсь. Моя задача в эти интервью сделать максимально пресными. Максимально посредственными. Это задача любого топового тренера. Потому что если ты хочешь, чтобы завтра у тебя была работа, ты должен быть понятен всем. И максимально неинтересен. Я говорю, ты шутишь? Он говорит, я не шучу. Я просто хочу, чтобы ты это понял. Если ты это не поймешь, ты ничего не добьешься. Потому что ты понимаешь, что твои эти фокусы, они настораживают людей. Человек просто начинает опасаться. Он думает, что ты ненормальный. Он думает, что ты сумасшедший. Зачем тебе это на пресс-конференциях? Ну, он прав. Потому что в те годы я выделывался. Разница есть. Большая. Между тем, когда ты просто, как я сейчас говорю, то, что думаю, и когда ты выделываешься. Я тогда выделывался. Я признаюсь. Я же говорил об этом. Это правда. Александр Витальевич, спасибо вам большое за эту теплую, откровенную беседу. Я была невероятно рада с вами познакомиться и получила колоссальное удовольствие. Спасибо вам. Спасибо тебе за приглашение. Удачи.